Доброе утро! Телеканал Культура начинает свое вещание. В эфире программа Наблюдатель, с вами Лада Аристархова. В календаре зимних праздников совсем недавно появился еще один международный праздник музыки. Он стал поводом не только получить заряд положительных эмоций и услышать классические шедевры в исполнении знаменитых мастеров, но и поразмышлять о месте классики в нашей жизни, о статусе музыканта и о музыкальном образовании в России. Еще раз доброе утро! На телеканале Культура программа Наблюдатель. Россия, как известно, славится своими музыкальными традициями. Поэтому звезды на нашем концертном небосклоне не редкость. Но вот чтобы сразу столько прославленных артистов собралось в одном месте, такое бывает крайне редко. Поводом стал международный праздник музыки, который несколько дней назад прошел в Большом зале Московской консерватории. Грандиозный гала-концерт – часть благотворительной акции «Звезды классики» в поддержку российской музыкальной культуры и образования. И сегодня в гостях программа Наблюдатель. Человек, который все это придумал и осуществил. Скрипач, дирижер, ректор Московского музыкально-педагогического института имени Ипполитова Иванова Валерия Ворона. Доброе утро, Валерий Васильевич. Доброе утро. Я также приветствую, тут я уже не могу без эпитета обойтись, выдающегося скрипача и дирижера Максима Венгерова. Здравствуйте, Максим Александрович. Профессор Лондонской Королевской Академии Музыки и Академии имени Минухина в Швейцарии Максим Венгеров сегодня снова студент. Он учится в музыкально-педагогическом институте имени Ипполитова Иванова. Скрипач с мировым именем захотел стать еще и дирижером, потому что взглянул на музыку другими глазами. Титулованный педагог воспитал в себе любознательного ученика. Ректор института имени Ипполитова Иванова Валерий Ворона к таким трансформациям привык. Более того, он сам теоретик и практик этой науки. Всегда выступает за творческое воспитание. Скрипач и дирижер, солист московской филармонии, но прежде всего он педагог. Ведь новые имена для него важнее собственного имени. Напоминаю, телефон нашей редакции 780-56-55. Код Москвы 495. Адрес электронной почты наблюдатель собака tvdfiskalchi.ru Присоединяйтесь к нашей беседе. Ну, Валерий Васильевич, я надеюсь, вы меня извините, что я, нарушив субординацию, обращусь сначала к Максиму, потому что он редкий гость в Москве. Вы, наверное, больше, чем дважды в год не бываете здесь. Максим, вы участвовали в празднике музыки как солист и как дирижер. Вопрос, который всех волнует. Когда ваш сольный концерт в Москве? Мой сольный концерт пройдет в концертном зале Чайковского 17 апреля. Расскажите, что в последние месяцы, недели вас занимает? Где вы были, где вы играли? Вот был знаменательный концерт в Москве 14 февраля, в День влюбленных. Мы, так сказать, музыканты, можем сказать, что мы каждый день влюбляемся вновь и вновь в музыку. Ну, точно. Да. И думаю, что музыка – это, ну, я так считаю, что это как бы наш адреналин музыканта. И, можем так сказать, даже наркотик, без которого невозможно жить. И так я родился с музыкой. И поэтому думаю, что всем музыка живет в каждом из нас. И думаю, что каждый день, когда мы играем, это всегда праздник. Валерий Васильевич, это совпадение, что 14 февраля прошел праздник музыки? Или вы так подгадали специально? Нет, это совпадение. Потому что мы года три выбирали дату, поскольку мировые звезды, они расписаны на два-три года вперед. И найти такое сочетание, что был и зал в это время, и все могли приехать, невероятно трудно. Но зато мы получили во многом, конечно, благодаря Максиму, огромную поддержку, в общем-то, всего мира. И у нас получился такой, знаете, вот гимн мировой общественности, русской музыкальной культуры, русской исполнительской школы. И вот вся эта влюбленность была передана в зал, мне кажется, в этот день. Это совпадение символичное, мне кажется. Ну, гимн – это хорошо, это, безусловно, позитивная идея. Но вот смотрите, акция обозначена так, акция, в рамках которой праздник музыки состоялся. «Звезды классики в поддержку российской музыкальной культуры и образования». Это звучит так немножечко, как поддержку. Что, российскую культуру уже надо поддерживать? И музыку, образование музыкальное? А дело в том, что эта сфера без поддержки не выживает. Ее поддерживали на протяжении многих поколений и веков. Начиная с допетровских времен, это была системная политика. Когда приглашались лучшие музыканты мира, собственно, как школа русская создалась. Они пожалели денег пригласить лучших музыкантов того времени в Москву. Создали им соответствующие условия. И, дам же, скажу, уже в гражданскую войну, когда был Глазунов ректором Питерской консерватории, он имел такие полномочия. Он писал письмо Ёжеву Сигетти, я путаю, все время его называют по-разному, Сигетти или Сигетти. Извините, и так, и так бывает. Он писал с предложением приехать на работу в должности профессора в Питерскую консерваторию на любых условиях. Вот чем располагал ректор. Поэтому, собственно, и создалась школа. И если мы хотим создать какой-то очаг, то другого пути нет. Вот в России он создан, и он уже больше ста лет кормит весь мир. То есть мы здесь, можно сказать, благотворительно дарим всему миру таланты. Ничего из этого не извлекая. Вот это мы еще не научились. Дарить научились. И это, в общем-то, общемировое явление. Это уже все понимают. Но не уходит ли это явление? Потому что когда-то к нам приезжали, а теперь от нас все уехали. Почему же? Да, она все уезжает. В этом-то и беда наша. Поэтому мы и собираем. То есть это как бы очаг, который создавался всем миром. И я считаю, что его и защищать надо всем миром. И то, как откликнулась на эту общественность, это подтверждает, что мы, в общем-то, по-моему, сделали правильный шаг. Ну, конечно, здесь фигура Максима определяющую роль сыграла. И вы сказали, что это я придумал. Ну, я много чего в этой жизни придумал. Но осуществлять это можно только с соратниками и с очень влиятельными людьми. Так вот, саму эту акцию как раз придумал Максим. И даже название «Праздник музыки» — это его идея. Его авторское право. Максим, а вы как себя чувствуете в роли объединителя лучших представителей российской исполнительской школы? Вы ведь начинали учиться, начинали свою карьеру, блистательную с первых шагов, в другой стране. Вы считаете себя представителем русской исполнительской скрипичной школы? Безусловно, я последователь, продолжатель великих русских традиций. Ойстраха, Когана, Ростроповича, Рихтера. А в чем это заключается? Вот можно объяснить попроще, без штрихов? Я думаю, что здесь дело, конечно, заключается в том техническое образование, то есть как ремесло. И это, конечно же, я объясняю своим студентам, очень много есть талантливых детей по всему миру. Но, к сожалению, эти дети не попадают в нужную почву, в нужное время, в нужный час. Вот как, например, мое детство сложилось совершенно уникально. Я счастливый человек, потому что я родился именно в своей семье музыкантов. И папа, и мама, музыканты, отец. А вы именно сами захотели играть на скрипке? Ведь скрипка, по-моему, это вообще отсутствие детства. У Столярского там с четырех лет, да, брали скрипочку и смычок. Вы с пяти, по-моему, да, или с шести занимаетесь? С четырех лет и восьми месяцев. Ну вот вы ощущали, что вы именно на этом инструменте хотите играть? Я вот родился в Новосибирске и посещал все время репетиции своего отца, где он играл на гобои. Мы все знаем, что гобои не на первом ряду сидят, а в глубине оркестра. Да, из-за пути невинно. А я хотел, видимо, играть для людей. И поэтому я не выбрал гобои. Вот мама моя была дирижер детского хора и являлась 20 лет директором музыкальной школы при детском доме. Тоже я был на ее репетициях. Мне хотелось выбрать именно инструмент, который мог петь, обладал именно этими качествами. И вот так я стал скрипачем. А Валерий, а вы как стали скрипачем? Случайно. Я даже не знал, что это такое. У меня с детства, я вообще-то хотел, у меня какая-то была физическая такая дрожь перед фортепиано. Я когда видел, я его немел, цепенел. И я все детство проводил, у меня дома не было пианино. Я клал такой аккордеон, у нас был трофейный, ставил на него книжку и постоянно на нем играл. Вот. Но когда у нас открылась, тоже самый случай, когда совпало, все вот в одно время, это случай. Открылась, когда мне надо было идти в школу в первый класс, открылась у нас школа одаренных детей по принципу нашего ЦМШ. С полным циклом и образовательным предметом. Это где было? Это город Херсон, на Украине. Маленький, небольшой в то время городок, сейчас он побольше. Так вот, мне тоже повезло, потому что эту школу возглавил совершенно феноменальные одаренности человек. И как педагог, и как скрипач, просто его мир не узнал. Так бывает. Но я сейчас могу это уже с прожитых высоты лет, да, об этом судить абсолютно. Это Иван Григорьевич Курлин, это ученик Столярского, который унаследовал, мне кажется, не только его лучшие качества, но и во многом пошел дальше. И вот он создал тоже там такой, в общем-то, очаг. И когда я пришел, просто я не знал, что такое скрипка. Я пришел, меня мать привела, уже все экзамены прошли, уже в сентябрь был. Ну, мама помогла, как всегда, родители и учителя. Больше других сочетаний не было. Да, я только хотела сказать, что ты представляешь этим. Он принимал и велончелист. Я там все отгадал на слух сразу и спел им песню «Я встретил девушку полумесяцем брови». Ну, это, наверное, что-то сложное такое, да, распевное. Ну, поскольку скрипач был директор, он победил и взял меня на скрипку. Вот так началась моя скрипка. А во сколько же лет началась ваша скрипка? Семь. Семь. Ну, это тоже, в общем, достаточно рано, да? Да, вот говорят, вы, Валерий Иосифович, сказали про Столярского, действительно, величайший педагог всех времен. И я вспомнил фразу, которую он сказал, мне не нужны талантливые дети, мне нужны хорошие и талантливые мамы, родители. И это глубоко верно. Думал, в случае с вашей мамой это точно так. Да, но он забыл, что ему нужны родители талантливые, а талантливым детям нужны талантливые учителя. Да. Вот это он недосказал. Да, и вот вы уже сказали, что сейчас, да, так или иначе, это проблема. Я предлагаю сделать, ну, музыкальную паузу и послушаем скрипку. КОНЕЦ КОНЕЦ Максим, это был Гендаль, все видели. А скажите, на какой скрипке вы играете? Я играю на скрипке Антонио Страдивари. Это вот она и была, да. Сделанной в 1727 году, принадлежавшей легендарному французскому скрипачу Рудольфу Крейцеру. О, у вас наследственность хорошая и с этой стороны. А еще у вас инструменты есть? Есть другие инструменты, на них я играю только дома, не на сцене. И никогда их на публике не озвучиваете? Иногда, может быть, когда мой инструмент болеет, находится у скрипичного мастера, тогда приходится. Я понимаю, Страдивари, Амати, все это просто звучит красиво, сами имена. И скажите, вы такой мастер, который, наверное, уже не заботится ни о технике, ни о чем. Вы чувствуете разницу все-таки в звучании, наверное, и Страдивари вашего, и тех инструментов, скорее всего, очень хороших тоже по качеству? Думаю, что для скрипача и для виланчелиста, вообще инструенталиста, струнника, союз с музыкальным инструментом как брачный союз. В общем, можно так охарактеризовать. Потому что, может быть, великолепный скрипач, прекрасная скрипка, но двое не могут существовать, не могут жить друг для друга. Вот я встретил свою судьбу, музыкальную судьбу, мою скрипочку, еще в прошлом веке, в конце, в 98-м году. Моя скрипка – это тоже, это организм, это почти живущий такой вот человечек, с которым мы всегда общаемся, у которых есть свои проблемы и капризы тоже, да. Ну, и, конечно же, прекрасные, замечательные моменты в жизни. Ну, вот видите, понятно, что важны и родители, важны и инструменты. Валерий Ильич, я бы хотела просто немножечко поподробнее поговорить о каких-то проблемах, связанных с музыкальной педагогикой в России. Потому что, наверное, это все-таки самый главный фактор, который определяет развитие и уровень музыкальной культуры. Вот как вы считаете, что можно и нужно сделать для того, чтобы к нам возвращались те, кто уехал, для того, чтобы талантливые педагоги, молодые, которые сейчас, безусловно, есть, оставались у нас и были заинтересованы в том, чтобы воспитывать наших российских музыкантов? Ну, вы знаете, вот в нашей сфере сформировалась какая-то особая культура, особый уровень, который имеет значение не только для исполнительского искусства, но и вообще для развития личности в целом. И сама манера общения педагога с учеником, она таит в себе столько интересных вещей, проявлений, которые у нас именно в русской школе традиции, которые требуют изучения, и они могут применяться и в общей педагогике, и везде. Потому что здесь мы как бы невидимы. Мы существуем в своем профессиональном кругу, и вот этого нам не хватает. Внимание общества, внимание общественности и поддержки. Мы разучились ценить таланты. Ну, у нас был такой период, это понятно, мы из него сейчас выходим, но надо понимать диагноз и куда, в какую сторону идти. Мы сейчас этого не очень понимаем. И не очень понимаем, какие в нашем доме, вот в нашей стране, есть ценности. А это вот бриллиант, который имеет общепланетарное значение, да, но он у нас где-то там лежит в кладовке, не виден, да, и на него никто не обращается, потому что не понимает, что это такое. Почему раньше понимали, а теперь не понимают? Потому что раньше была другая система образования. Совершенно. Потому что гуманитарные предметы были во главе угла. Свет не принимал человека, если он не умел играть, танцевать, рисовать, сочинять стихи и так далее. Почитайте переписку позапрошлого века. Ну, далеко ходить, может быть, так и не нужно, но давайте вспомним советский период. Он был залег от поэтичности, но отношения... Советский период сохранял элиту именно в нашей сфере. Советский период во многом, естественно, уязвимый, там от многого мы отказываемся, но надо что-то не терять то, что имеет значение хорошего. По крайней мере, и в годы Гражданской войны, и отечественной элита была сохранена. То есть на это обращало внимание государство. Оно хоть и было тоталитарное, но она понимала, что только благодаря талантам она может в мире иметь какое-то лицо. Сейчас мы как бы каждый сам по себе. У нас пошел такой немножко дикий период капиталистический, который, так сказать, давно другие страны прошли. Надо это тоже понимать, но у нас есть преимущества, поскольку есть опыт, который можно применить в себе, а не открывать велосипед. Поэтому надо же понимать. И у нас понимается сама функция культуры, почему на нее такой и бюджет так складывается, что она всегда в последнюю очередь. Времен легких не бывает. Сейчас ратуют на тяжелое время. Не бывает. Все времена тяжелые, одинаковые и счастливые. В каждом времени есть что-то свое. Но есть какие-то приоритеты, которые... Что на чем стоит? Есть голова, есть руки. И надо понимать функцию этого всего. От чего-то отказаться нельзя. И функция культуры здесь в развитии духовности нации, в развитии социальной среды и в развитии, в принципе, личности. Потом без... Самое главное, что эта культура насыщена интеллектуальную среду, без которой невозможен достижение ни в одной сфере. Потому что если мы не будем на острие современных достижений и не можем впитывать в себя весь предыдущий опыт, мы не пойдем дальше и ничего не откроем. Я поняла, что, в общем, исправляться надо издалека. Это дело не только, конечно, в конкретных музыкальных педагогах. А сейчас я предлагаю обратиться к нашему интернет-обозревателю Алексею Черепанову, который провел небольшие изыскания на интересующие нас темы. Алексей, доброе утро. Доброе утро. Итак, что пишут пользователи сети о русскоисполнительской школе, о традициях, о том, как они сохраняются? Ладно, конечно, русскоисполнительская школа славится во всем мире. И в 20 веке наши музыканты во многом определяли общий мировой уровень исполнительского искусства. И вот, к примеру, что пишут слушатели о многотомном издании «Русскоисполнительская школа». В этой серии вышли уже больше 20 DVD-дисков с концертами Леонида Когана, Евгения Кисина, Михаила Плетнева, Давида Ойстраха, Святослава Рихтера и других исполнителей. «Нереально огромное вам спасибо от всей всей души за эти диски. Это просто чудо», – пишет пользователь Элен. «Спасибо, огромное замечательное собрание», – благодарит пользователь SMTQ и так далее. Но исполнительская школа – это не музей. Она должна жить и развиваться. И здесь многие пользователи интернета видят проблему. Очень интересная дискуссия разгорелась некоторое время назад на сайте форум-классика.ру. С моей точки зрения, школа предполагает прежде всего наличие некоторого числа педагогов, работающих приблизительно в одном направлении, объединенных более или менее одинаковыми принципами как с точки зрения профессионализма, так и с точки зрения музыки вообще, пишет пользователь Борис и утверждает, что вот сейчас такого единства у педагогов нет. А школе на данном историческом отрезке, говорит, мне кажется, не имеет смысла, поскольку наших современных педагогов трудно объединить по какому-либо иному признаку, кроме маленьких зарплат. А пользователь Сергей отмечает размытие границ между национальными школами, но исходя из общения с представителями нерусских фортепианных школ, смею считать, что до сих пор со стороны слышны отличия игры, например, пианистов российской выучки. Так же, как нам, как правило, все еще слышны черты, например, французской школы. В итоге этой дискуссии посетители форума пришли к интересному выводу и неожиданному, что исполнительская школа создается не только с помощью чисто музыкальных приемов и практик. Национальная исполнительская школа формируется в том числе и языком, на котором говорит исполнитель, и тем, что он способен передать идущему вслед, полагает участник этой беседы Доля. Так что пользователи выступают за образность и чистоту русского языка при преподавании музыки. Ну и, конечно, многие комментарии посвящены дополнительному музыкальному образованию, например, согласно новому закону об образовании, например, центральную музыкальную школу обязаны принимать не гениев и вундеркидов со всей страны, а всех детей, кто живет неподалеку. Экзамены в школу отменили. Кроме того, очень многие преподаватели уезжают за рубеж, как уже сегодня говорили, например, в Китай, где они получают в несколько раз больше. Пользователи сети полагают, что если не изменится финансирование музыкального образования, то русскоисполнительская школа останется в прошлом. Интересно, что думают об этом наши гости, Лада. Спасибо, Алексей. Ну вот про ЦМШ я услышала, это большая неприятная новость для меня. Действительно это так, Валерий Васильевич? Ну да, мы все время... И никакого спецположения по ней не предвидится? Да нет, мы боремся, отстаиваем. Сейчас, кстати, тенденция к тому, что начинают прислушиваться, есть какие-то позитивные есть в этом вещи. Приведу простой пример. Когда произошел поворот в нашем обществе, прекратился Советский Союз существовать и так далее, в общем, началось новое время, каким-то образом был потерян в законе одна позиция об ассистентуре, стажировке при консерваториях. Очень важная позиция. Она такая же важна для исполнителя, как для научного работника диссертации. Это то же самое, только это практическая вещь. И мы 20 лет за это боролись. Вот только в прошлом году мы вернули эту позицию. Вот такая простая вещь. И вот так приходится каждую тратить на это годы и так далее. То, что, в общем-то, само собой разумеется, если бы этим занимался действительно круг специалистов, имеющих к этому отношение. Я никого не виню. Это так устроено. И когда вот это вот вышло абсолютно абсурдно какая-то вещь с критериями эффективности, которые стали применять к нам, они совершенно к нам неприменимы. И здесь есть тоже недопонимание того, что происходит. Вообще, очень важная вещь. Я когда стал говорить, что у нас таланты разучились ценить, но у нас еще не понимают той простой вещи, что таланты надо уметь слышать. Их нельзя строить в шеренгу и так далее. Ими нельзя командовать. Им можно только доверять. Если бы Чарли Чаплину не доверили, не дали средства и не сказали, можешь делать все, что хочешь на площадке без сценария, твори, что хочешь, не было бы Чарли Чаплина. И так во многих вопросах. А в искусстве все, что возникает, оно единственное в своем роде. Если в науке не открыт закон, он, может быть, когда-то открыт, то в искусстве, если что-то сегодня не произошло, оно уже никогда не произойдет. И это очень хрупкая вещь, потому что школа накапливается веками, а исчезнуть может на глазах одного поколения, если один раз звено в передаче этой информации из уст в уста пропало. Один раз потеряли звено. Почему оно требует поддержки и постоянного внимания? Она без этого не выживет. Я уже к этому возвращаюсь. Так вот в этом вся и штука, что то, что мы получили от своих учителей, мы попали в такое золотое время, когда здесь творили титаны, титаны и были собраны все в одном месте. Мы это чувствуем, что мы не можем передать своим студентам то, что мы получили. Вот сейчас мы, я боюсь, что наше поколение может быть ответственно за то, что вот эта вот связь времен прекратилась, что мы растранжирили тот интеллектуальный багаж, а еще увязвимость в том, что искусство наше нематериальное, и носители его живые люди. Пока человек жив, есть искусство. Он после себя ничего не оставляет, у него нет привилегий быть признанным после жизни. Он не может писать стол, но нематериально. Оно стоит только в памяти и передается из уст в уста. Максим, а вы как видите эту ситуацию? Вы увлечены в педагогической деятельности, много лет уже преподаете, даете мастер-классы по всему миру. И у вас есть возможность сравнить вот ту ситуацию, которая сейчас с классическим музыкальным искусством у нас в России, с музыкальным образованием, и, скажем, в странах Европы или в Америке, в Канаде. Вот что вы скажете? Как вы это ощущаете? Должен сразу сказать, как мне повезло, опять же, с моими педагогами. Первым педагогом было у меня с 4 лет и 8 месяцев. Я поступил в класс знаменитой Галины Степановны Турчениновой, которой проучился 5,5 лет. Затем перешел в класс профессора Захара Михайловича Брона. Да, вот, кстати, я вас перебью, но я потом напомню вам вашу мысль. Интересный какой-то вираж в вашей карьере. Вы ведь после Турчениновой поехали в ЦМШ, правильно? И почему-то уехали из ЦМШ, из школы, откуда все стремятся, в Новосибирск. Дело в том, что Галину Степановну пригласили в Москву преподавать, а мы, значит, я родился в Новосибирске. Начинала она свою карьеру в Сибири. Потом мы переехали в ЦМШ, там я проучился 3 года. И, видимо, не было планов возвращаться в Новосибирск. Но, к сожалению, дедушка, он мой заболел. И, должен сказать, что бабушка с дедушкой посвятили 3 года своей жизни. И из Челябинска переехали в Москву, чтобы просто поддерживать меня и быть со мной, поскольку мои родители не смогли бы приехать из Новосибирска в Москву в то время. Вот и по таким обстоятельствам семейным мы возвратились в Новосибирск, а там был знаменитый Брон. Вы уже знали, что знаменитый Брон там, да, и вы... И я продолжил свое обучение. И после Брона, у него я был 5,5 лет, в 16 лет я победил на конкурсе Карла Флеша в Лондоне. И мне все говорили, что больше педагогов мне не нужно, нужно просто заниматься концертной деятельностью. И вот только тут я сам себе задал вопрос, а вообще для чего музыка? Почему я родился музыкантом? Я начал сам... начался процесс самопознавания, я начал сам, самообразовываться начал. За этот год я действительно решил больше не брать уроков у скрипачей-педагогов. Но когда мне исполнилось 17 лет, в моей жизни появился истинный мастер, маг, волшебник своего дела искусства, Мстислав Ростропович, который опять раскрыл мне совершенно другие, иные двери в искусство. Вот давайте сейчас прямо посмотрим, как он это умел делать. А умел он это потрясающе. Максимум. Максимум. Вот расскажите, почему Ростропович обладал вот такой потрясающей проникновенностью педагогической? Он был гениальный музыкант, это понятно, но ведь не всякий выдающийся музыкант, хороший педагог. В чем здесь дело? Он был волшебником. Мы, музыканты, заходили к нему, встречались с ним, и после этого было просто такое перевоплощение. Он мог ничего не говорить. Он просто стоял на сцене и дирижировал. И иногда мне говорят, вот посмотри на меня в этом месте. И действительно, все было понятно, как нужно сыграть. Видимо, это у него дар действительно божественный. Ну, кстати, вот ваша манера ведения мастер-классов чем-то напоминает манеру Ростроповича. Я хорошо помню мастер-классы маэстро в Москве в Малом зале консерватории. Действительно, тоже фонтанирование какими-то идеями, образами, та же подвижность, жестикуляция. Вот это... есть какая-то связь? Это школа Ростроповича. Это образы. Ведь когда мне было 17 лет, я познакомился с маэстро, и он мне говорит, Максява, он меня так называл. Максява, ты замечательный экскрипач, ты прекрасно играешь, но тебе не хватает стратосферы в музыке. Сказал так, сказал, да. И вот просто вот уже образ стратосферы автоматически на следующий же день мне дал какой-то новый качественный виток в музыке. Вот как может одно слово педагога, наставника изменить внутренний мир человека и музыканта. Валерий Юрьевич, а вы как считаете, в чем секрет педагогического мастерства? Ведь вы тоже педагог, выдающийся, у вас много учеников. Ну, не надо еще пока мне таких эпитетов, это потом другие поколения скажут. Я считаю, что это великая профессия. Это великая профессия, и у нее нет каких-то теорем и аксиом, каких-то заданных правил и каких-то там магических средств. Это идет живой диалог двух личностей, по крайней мере, в нашей работе индивидуальной. И мастерство педагога делать так, чтобы тот, который перенимает этот опыт, почувствовал, что он сам открывает, что он сам делает открытие. Что не заставляет его там что-то делать, а подвести так, чтобы он почувствовал в себе силу, что он может этому ориентироваться. Задача педагога как бы так ненавязчиво сделать, чтобы он поверил в себя, чтобы он стал самодостаточным, чтобы он научился саморазвиваться. И здесь нет каких-то учебников. Одному и тому же, одно и то же слово, один и тот же прием, один и тот же закон, если просто повторить одному и другому студенту, может быть обратный эффект. И здесь надо знать, какое слово сказать, в какой манере, какой интонации, как оно отзывется через 5, через 10, через 20 лет. Ну и, наверное, ученик должен быть интересен учителю и наоборот. Конечно. Но у нас это вообще педагогика наша, это наша традиция, она близкая к родительским отношениям. Такого в мире не везде есть, это очень редко. Там платят денег за то, чтобы получить удовольствие, прийти на урок, а педагог боится не доставить это удовольствие. И это как бы часто... А у нас это часто и трагедии, и слезы, и все настоящая такая, очень полноценная жизнь. Вот вам и русская школа. А вот вас, Максим, чем привлекла педагогика? Вы очень давно уже преподаете, при том, что многие выдающиеся музыканты, особенно в таком возрасте 30-40 лет, говорят, нет, мне это не близко, я хочу там, не знаю, играть на фортепиано или на скрипке. Не хочу никаких учеников. Вот почему вы так этим загорелись? Потому что, видно, вам интересны те и дети, и студенты высшей школы, допустим, музыки. Мне интересен сам процесс преподавания. Приходит ученик, ученица, играет. И здесь важен психологический момент. Что сказать, когда сказать. Вот Валерий Ильич прав. Иногда ничего не сказать. Иногда посмотреть. Правильно посмотреть. Не посмотреть. Вот такая вот игра. Причем это даже здесь очень важную роль играет телепатическая связь с молодым музыкантом. Главное, что, какое зерно, в какую почву в правильное время посадить. Это же очень много сил отнимает. Тем более, что вы все время играете, показываете все это. Здесь опять же фактор. Можно показывать, а можно не показывать. И когда показать, а когда не нужно. И брать инструмент. Это, конечно же, психология. Иногда я ловлю себя на таких моментах, что урок уже, в принципе, не о музыке, а просто о человеке. О молодом музыканте, о личности. Раскрываются какие-то сильные, слабые черты характера. Можно через музыку изменить человека посредством исполнения звуков. Ведь в музыке мы как бы, мы наги. Мы просто, мы как бы открываемся перед публикой. И вот здесь происходит такой процесс образования, когда человек учится на сцене. Вот вы сказали изменить человека, но, во всяком случае, многие студенты, которым вы давали мастер-классы, говорили, что после занятий с вами они совершенно изменили музыку, которую они играли. То есть свое представление о ней, соответственно, свою интерпретацию. А сейчас я бы хотела поговорить еще и о том, что вы любите не только учить, но и учиться. Ну, наверное, уже давно вы увлеклись дирижированием. Я права? Да. Нельзя сказать, что только последние годы. Но вот в последние годы вы взялись за это очень плотно. Скажите, в какой момент у солиста такого уровня вдруг пробуждается интерес к чему-то другому? Почему вдруг музыкант хочет приобрести еще одну квалификацию? Ведь в наше время очень много таких случаев, да? Когда абсолютно выдающиеся мировые величины вдруг становятся, помимо солистов, еще и дирижерами. Не знаю, Плетнев, Баренбоем и так далее, и так далее. Вот теперь вы. Дело в том, что с раннего детства я вырос в оркестре Новосибирской филармонии, где я уже упомянул, мой отец играл на гобои. Я сидел часто на первом ряду и смотрел на знаменитого Арнольда Каца. Подошел к нему, помню, после репетиции сказал, я хочу стать таким, как ты. Он сказал, не надо быть дирижером, лучше замени своего отца, и я смогу его выгнать. Я хотел стать дирижером тоже, потому что мама моя дирижер-хоровик, и она хотела, чтобы я пошел именно по ее линии на симфоническое дирижирование. Однако нужно было выбрать инструмент, и я, как известно, выбрал скрипку. Вот там и задержался на несколько десятилетий. То есть все закладывалось тоже очень давно. Валерий Иосифович, у вас ведь похожая судьба, да? Вы начинали как скрипач, это была ваша основная специальность, а потом вдруг вдруг и дирижирование появилось. Меня это, в общем-то, заставили меня этим заниматься. Я мечтал, конечно, тоже об этом, но для меня это было настолько далеко, потому что когда я рос у нас, в нашем городке, там не было дирижера, у кого было это учиться. Для меня это казалось что-то такое сверхчеловеческое, неосуществимое. И я даже никогда не помышлял об этом в силу того, что чувствовал, что не дотянул до этого просто. Потому что этим надо заниматься по-настоящему, с детства, ну так же, как и скрипка. Но у меня получилось это случайно. У меня был один опыт подхода к оркестру, когда мне было 15 лет. Я только закончил музыкальную школу и поступил в училище. И играл в школьном оркестре. И только я поступил в училище, а в городе был один дирижер, который везде работал, другого не было. Он у нас там вел и сольфеджи, и гармонию, и дирижировал. И говорит, пойди позанимайся с нашим оркестром, где я только два месяца назад играл. Ну я пошел его заменить, потому что он не успевал. А его все любили ужасно, но дети были, как всегда, жестокие, хулиганы. Он легко раздражался и этим пользовались. И всегда репетиция заканчивалась каким-то побоищем. И всегда там шумно было его. Но любили, потому что у него слух потрясающий, феноменальная память, он все держал наизусть. Я не знал, какая там школа у него была, мы тогда обсудить не могли. И я пошел позаниматься. Я говорю, что вы играете? Он говорит, простую симфонию Бриттона. Я с ними стал заниматься, была идеальная тишина. После этого они сказали, приходи к нам еще, приходи и так далее. У меня остался какой-то очень приятный фон. И после этого у меня никаких не было даже позывов к этому и ничего не помышлял. И вдруг уже, когда я в институте работал, и мне уже было за 50, у нас умирает дирижер, известный Барсов, вел камеру мне оркестра колледжа. И ректор говорит, пойди позанимайся, надо заменить. Я говорю, ну я же не дирижер. Он говорит, ну позанимайся как с квартетом. А у нас работали крупные имена. И Горенштейн, и Ведерников, и Зива. И никто не удерживался, потому что не было дисциплины, текучка. Все работают где-то в оркестрах, все время, так сказать, стабильного состава нет. И они, конечно, уходили. Так, а что же сделали вы? Уходили от нас. А он меня, значит, я с ними позанимался. И самое смешное, прихожу, спрашиваю, а что вы играете? Они говорят, простую симфонию Бриттона. Понятно. Прошло 40 с лишним лет. Я думаю, наверное, это неспроста. Это судьба. Ну и потом, я уже нашел дирижера, лауреата, привел ректору предыдущему. Говорю, вот я нашел талантливого человека. Он говорит, нет, у тебя пошло, ты и продолжай. Да, вот у вас случайность определилась. Да, случайность, да. Интересно, это есть два пути. Один путь, скажем, путь Бернстайна, который никогда не учился, или Гершин, которого не было настоящих педагогов, который все время говорил, что я хотел бы найти хорошего педагога по композиции, так сказать. И Шуберт хотел в конце жизни своей учиться. Но я выбрал другой путь. В 2009 году я поступил в класс выдающегося маэстро Юрия Симонова в институте Иппалиты Иванова. Вот меня тоже мучает вопрос. Я не хочу сказать ничего, так сказать, обидного, безусловно, в адрес известного музыкального заведения, столичного, но все-таки. Человек такой международной известности. Вы могли там, не знаю, выбрать все, что угодно. Королевскую академию в Лондоне, не знаю, Хохшуле в Берлине и так далее, и так далее. Вот почему вы выбрали институт имени Иппалитова Иванова? Он выбрал Юрия Ивановича. Потому что я знаю, что русская исполнительская школа, она самая выдающаяся благодаря профессорам, педагогам. Я знаю, что поступив в институт и поступив в класс Юрия Ивановича Симонова, я не только научусь настоящему ремеслу, но и я буду, будет правильная атмосфера, которая будет благоприятствовать моему становлению, не только как новой профессии дирижера, но и даст очень многое для меня, как для исполнителя скрипача. Еще один музыкальный фрагмент. Максим Венгеров, дирижер. Максим Венгеров, дирижер. Максим Венгеров, дирижер. Юрий Башнет, кстати, тоже пример показательный удачного совмещения солистского и дирижерского амплуа. А вот интересно, что разные чувства вы испытываете, когда вы стоите на сцене как солист, и вам в спину дышат скрипачи во главе с концертмейстером и слушают наверняка с пристрастием. И когда вы стоите на сцене как дирижер, вы уже видите этих самых скрипачей, всю струнную группу. Вот здесь разные ощущения? Конечно, здесь разные ощущения, но это все равно музыка. И как говорили многие музыканты, которые дирижируют, когда я играю на сольном инструменте, музыка у меня на кончиках пальцев. Здесь мой инструмент, мои коллеги, и я являюсь их слугой. Я пытаюсь передать свои эмоции по средствам жестов, и свои мировоззрения, и свои взгляды на музыку. Валерий Васильевич, а многому ли можно научить, ну уже, как правило, зрелого музыканта, вот в сфере дирижерского искусства? Или это уже обучение, собственно, не ремеслу, не каким-то техническим приемом? Понятно, что это тоже есть. А обучение, скорее, музыке, вот этой стратосфере, о которой Максим говорил, вспоминаю, Растропович? Нет, ну если начинать уже в зрелом возрасте, это, как правило, сложившийся музыкант, Вот я об этом и спрашиваю. Пойстрах тоже начал в зрелом возрасте. Тут уже сам Растропович в зрелом возрасте, и это были великие интерпретаторы. Независимо от того, насколько они владеют мануальной техникой, это становится уже производным. И если он по-настоящему глубоко чувствует, он находит приемы, чтобы оркестр его понимал. Многие дирижеры, которые действительно с такой мощной закваской, со школой, с постановочными, с вопросами, которые с этого начинают, иногда, конечно, с раздражением относятся, к тем, которые идут уже от имени. Но важен ведь результат, и важно, чтобы музыканты это понимали. И здесь и то, и то, конечно, важно. И я думаю, что Максим выбрал самую правильную и честную, и благородную позицию. Он великий музыкант, великий скрипач, с огромным багажом, занялся дирижированием и занялся не по-дилетантски, а по-настоящему, не побоявшись начать с азов школы и так далее. Я думаю, что у него большое будущее в этом плане. Сейчас я предлагаю посмотреть еще один фрагмент, который вам, Максим, наверное, тоже будет приятно вспомнить. Давайте посмотрим. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Максим, это надо прокомментировать, потому что тот, кто видит это первый раз, подумает, что вы теперь еще решили профессию танцовщика приобрести. Ну, это знаменитое сочинение, оно известно тем, кто видел фильм 2005, по-моему, года, да? Living the Dream. Расскажите, что это за сочинение? В 2005 году для меня было написано специально произведение Бениамином Юсуповым, который, в котором я должен был играть на альте, импровизировать на электрической скрипке, пять струн на этой скрипке. То есть можно было играть и на электрической скрипке, и на электро... Импровизировали, да, именно на скрипке? Да, на электро-альте, тоже такой вот диапазон в этой скрипке. Импровизировал в стиле рок и брал уроки специально искусство импровизации у знаменитого французского скрипача, джазового Дидье Луквуда. Также параллельно я брал уроки танго. Вот с этой прекрасной женщиной. Да, с Крестьяне Палео, с моей партнершей в Париже. Начал я тоже, как я все люблю, основательно начинать с Азов. Просто начали изучать, я начал изучать танго. Вам было трудно? Я знаю, что у вас неплохая спортивная подготовка, но все-таки танго. Вы знаете, было чудовищно трудно. Просто я понял, что, да, руками я что-то, наверное, могу уже в жизни, я чего-то добился, но ногами совершенно ничего. Я просто не знал, с какой ноги пойти. И это, видимо, я искал в своем теле баланс. Я, видимо, такая, я человек, натура ищущая, которой я не могу довольствоваться и сидеть, почивать на лаврах. Мне нужно все время развиваться. А электроскрипка как роман не продолжился? Ну, с Альтом вы дружите. Наверное, до этого случая дружили. Дело в том, что мне всегда в музыке хотелось узнать абсолютно все, или, по крайней мере, очень много. Прежде чем я сказал бы себе, что, да, я классический скрипач, выходец из лучших русских традиций, исполнительского мастерства. Я пошел, я расширял свои горизонты. И вот сейчас пришел к тому, что действительно я классический скрипач. Ну, к сожалению, наша беседа начинает подходить к концу, потому что во времени мы ограничены. Я бы хотела, Валерий, чтобы вы выстрелили это ружье, которое у нас на столе лежит, замечательной красоты диплом. Покажите, пожалуйста, его и объясните, кому и за что вы его вручали. Ну, как раз 14 февраля, вот на нашем празднике музыки, была первая церемония вручения международных премий в области музыкальной педагогики. Потому что педагоги это те, которые и образуют школу, и которые передают опыт из поколения в поколение. Вот, и наши педагоги, ну, достойны, ну, совсем, что называется, как сейчас говорят, другого качества жизни. И хотя бы внимание общества им нужно. И вот мы учредили эту премию, которую, я думаю, если у нас все будет складываться, и мы действительно создадим в перспективе общими усилиями, и нам уже поддержали, вот я могу перечислить, что благодаря Максиму Чичели, Бартели, готовы включиться в эту нашу тему, историю. И Хосе Карерос, и Кисин, и многие, естественно, наша элита. И, в общем, может получиться интересная, большая, действительно, история. А кому на этот раз вы дали премию? Значит, у нас первыми лауреатами стали, конечно, представители русской школы. Это Галина Турчанинова, Захар Брон, Юрий Башмет, Наталья Шаховская, Сергей Доренский. Но у вас пристрастие к струнникам. Это, наверное, из-за Максима. Почему? Есть пианисты. Ну, один. Это номинация «Скрипка», но там два педагога. Один школьный, один этот самый. Вот. Ну, в данном случае это оба. Если бы они воспитали только одного Максима, они бы уже были великими. Да. Так что тут все справедливо. Очень трудно. И очень коротко, какие еще акции, может быть, начинания вы планируете в ближайшем будущем в рамках вот этой вашей программы? Ну, у нас, во-первых, идет постоянно в течение года крупный фестиваль, из которого и родилась эта, значит, идея. Это международный фестиваль имени Ипполитова Иванова музыкальный, где принимают участие крупнейшие музыканты, и мастер-классы проходят, и концерты, и фестивали, и конкурс есть имени Ипполитова Иванова международный. То есть у нас целый год идет такой, ну, серьезный цикл. И у нас по линии фонда осуществляются очень крупные проекты такого уже без... Наша задача, вот когда мы фонд создавали, ему 20 лет в этом сезоне, показать, что в новом времени, в новых условиях, да, нашего, так сказать, нашей системы новой, может, скажем, сделать один человек, чего раньше нельзя было делать. Что может сделать одна организация? И мы, собственно, это и есть наш призыв. Давайте делать вместе, давайте объединяться, давайте двигать, потому что появились эти возможности, которых раньше не было. Трудно, да, но, тем не менее, на нашем премии, можно сказать, что мы за эти 20 лет, и у нас было... Мы помогали, в общем-то, государству, снимали с него какую-то часть нагрузки и социальной, и такой, привлекая общественные ресурсы, средства и для проведения больших крупных проектов. И они вошли в историю, нам много удалось. У нас была самая крупная стипендиальная программа негосударственная, где мы охватили 3000 у нас стипендиатов и обладателей премий, в том числе и педагогов, и в России, и в СНГ. У нас крупная программа идет возрождение гастрольной карты России уже много лет. У нас создан молодежный камерный оркестр с сигналами стипендиатов, который стал популярным, с которым все звезды играют. И выезжают постоянно за рубеж. Вот сейчас, да, Максим подключился, мы счастливы, это для нас колоссальный подарок. И я должен сказать, что это подарок институту, то, что он у нас учится. Но, к сожалению, мы должны заканчивать нашу беседу. Я очень надеюсь вас еще раз увидеть в этой студии, тем более, что поводов, как мы сегодня видели, масса, в том числе и апрельский концерт Максима. Я напоминаю, что сегодня в гостях программы «Наблюдатель» были скрипач-дирижер, ректор Московского музыкально-педагогического института имени Ипполитова Иванова Валерия Ворона и выдающийся скрипач-дирижер также Максим Венгеров. Я, Лада Аристархова, желаю вам хорошего дня. Редактор субтитров А.Семкин